Духовное состояние Как что-то, что не зависит От нас самих А как вы считаете? Удача зависит от человека? Да, я считаю, что удача зависит От человека Что мы можем Насколько это в наших силах Но все-таки мы можем Проектировать удачу На будущее И задумывать Удачу так, чтобы Она как-то сопутствовала нам Ну вот психологи Говорят, что для того, чтобы Быть удачным, надо Соблюдать четыре принципа Я озвучу некоторые из них Уметь Замечать вокруг потенциальные Возможности, прислушиваться К собственной интуиции, настраиваться На позитив и Философски относиться К трудностям жизненным А что для вас Удача? Вообще, может мы сделаем Какое-то определение, что такое удача Для вас? Я думаю, для меня Удача то же самое, что и для всех Когда я добиваюсь В жизни тех целей Которые я Намечаю Это называется удачей Я думаю, у всех А вот по каким принципам? Вы согласны с этими принципами? В общем, да То есть, в принципе, позитивное мышление Правильно относиться к трудностям Позитивно Это все помогает Стать удачливым? Да А есть ли в кабале Какие-то особые принципы Которые могут помочь Любому человеку стать Обладателем удачи? Да Дело в том, что мы находимся В поле Силы Которая называется Творец Согласно кабале Мы можем Воздействовать на это поле силы От нас зависит В более положительную Перспективную область Чтобы она нас увлекала И сопутствовала Соответствовала Нашим Нашим целям Поэтому Удача В этом смысле слова Кабала расценивает Как выполнение Правильных заданных Условий И какие-то условия? Это то, что я хочу Приближаться к другим людям Через них приближаться К Творцу Достичь состояния Когда мне лично Кроме этого сближения И Мыслей Добрых мыслей о других И через них К Творцу Ничего другого не надо У меня нет Недостатка ни в чем Если у меня есть Такое состояние И так я Держусь Живу Развиваюсь Кстати Многие исследователи В основном В области психологии Они так и говорят Что везунчики Они в принципе Общительные Они экстраверты Они заряжаются Позитивом От общения С другими людьми Налаживания Новых связей То есть в принципе Существует Четкая Прямая связь Между Везением И общением С другими людьми Да В общем Человечество Это уже давно Поняло Что если ты хочешь Быть счастливым Будь им То есть Дависит от человека А вот Одна из Отличительных Черт Везучих людей Это Оценивать Удачу Даже Ну Когда происходят Неприятные события То есть Даже неудача Относительно То есть Понимать Что Все что происходит Происходит По воле Высшей И Поэтому нам надо Встречать Все что происходит С нами Что это все Что не делается К лучшему И Пытаться Во всем Настроить себя Именно на Позитивный Образ мышления Пытаться Все время Связаться с Творцом Который Представляет С собой Абсолютно Положительную Силу Высшую силу Которая В принципе Управляет Всем И тогда Я Могу Чувствовать себя И постоянно В принципе Обнаруживать себя В поле воздействия Доброй Высшей силы Люди Столетиями Ищут Эффективные Способы Как увеличить Удачу В своей жизни Это понятно И Часто Используют Разные Талисманы Амулеты Какие-то Камни Которые Приносят Удачу То есть Всевозможные Суеверия Стук по дереву Когда Число 13 Переходит Черное Окошко И так далее Все эти Суеверия В большинстве Люди Верят По сегодняшний День То есть Есть Опросы От 70 До 80 Процентов Людей Предпочитают Не сталкиваться С этими Событиями То есть В принципе Суеверия Представляет С собой Попытку Людей Каким-то Образом Контролировать Или Усиливать Этот самый Неуловимый Фактор Который Называется Удача А как Вы Относитесь К суевериям Удача Это действительно Фактор В чем-то Неуловимый Но Воздействие На удачу Они не в том Чтобы убегать От цифр 13 От черных кошек И там Еще чего-то А В том Чтобы Приближать Удачу Приближать Удачу И Приближать Ее Действиями Своими Действиями То есть Добрыми Действиями К другим Мы можем Приблизить Удачу Мы создаем Вокруг себя Положительное Поле Это абсолютно Физический Параметр И тогда Удача Будет Благоволить Или будет Ближе К нам А почему Вообще Так происходит Что удача Связана С Какими-то Правильными Связами С другими Людьми Да потому Что удача Это и есть Правильная Связь То что мы Получаем Мы получаем Через Людей Даже Если мы Получаем Это Через Неживую Растительную Животную Природу Не через Человека Или Людей То все Равно Это Зависит От Людей И поэтому Если мы Настраиваемся Правильно На Людей Движемся К ним Добрыми Силами Мы Не только Нейтрализуем Возможные Отрицательные От них Воздействия Но и Саму Природу Высшую Природу Мы Настраиваем Быть Добрый К нам Получается Удача Счастье Это Фактор Который Я не могу Быть один Удачливым Или счастливым То есть Это только В связи С другими Людьми Мы же Существуем В принципе В огромном Обществе Ну да Организм Огромный организм Человечество Ну вроде Как бы Это все Понятно Но По факту На деле Мы видим Что Это не так Что не так Ну Все равно Люди Не могут быть Большинство Людей Они Неудачливы Несчастливы Это только Из-за того Что у нас Такие отношения Между собой Согласно Науке Кавала Если мы Относились Друг к другу С добром Возлюбив Ближнего Как себя То мы Ощущали бы Себя Существующими В совершеннейшей Доброй Сфере В добром Мере А как же так Получается С одной стороны Есть исследования Которые говорят Об этом Что вот Так-то надо Относиться Так надо Делать Есть что-то Что мешает То есть Нельзя сказать Что мы Люди Не понимаем Этого Наш эгоизм Мешает нам Причем Настолько Мешает Что мы Готовы Не нужно Мне никакой Удачи Лучше Я буду Не возражать Своему эгоизму Очень тяжело Так жить Но Видишь Люди Все-таки Смиряются Вот Психологи Говорят Что При Счастливые люди При полосе Невезений Они мыслят так Что могло бы быть Еще хуже И поэтому Довольно легко Справляются С этой полосой Неудач Вы считаете Такой метод Я не считаю Я ни в коем случае Не считаю Что бегство От Правильной работы С эгоизмом Оно приведет Нас К хорошей жизни Нет Мы должны Все-таки Подумать о том Как мы Поднимаемся На Ступень Которая выше Нашего эгоизма И тогда Нам будет Хорошо А убегать От Всевозможных Каббалистических Эгоистических Исправлений И помех Это не Неисправление Это Это не путь К лучшей К лучшей жизни Не Они говорят Что не убегать А просто говорят Что если я Подумаю Что могло бы быть Действительно Намного хуже Чем вот сейчас Ну это Само успокоение У кого-то у другого Еще хуже Там Где-то в Африке Страдают Еще хуже Это помогает Абсолютно верно Но это не метод Исправления Состояния Это просто Психологическое Самоспокоение А можно так сказать Что Сделать такой вывод Что Удача Или невезение Это Отношение Мое отношение К событиям А сами события Они нейтральны Ну события Они нейтральны Они воздействуют На меня Я не могу Сказать о чем То что это Нейтрально Я должен сказать Относительно чего Относительно кого Относительно меня Ну так тогда Я Тогда уже Эта нейтральность пропадает Да То есть Сами события Они могут быть Разные Минус Абсолютно А я их воспринимаю Как Только я их воспринимаю Ты их воспринимаешь Относительно себя И поэтому Относительно другого Он может воспринять Это как положительное А ты относительно себя Воспринимаешь это Как отрицательное Исследователи считают Что фортуну Сам человек Может создавать Своими Позитивными мыслями Словами И действиями Вы согласны Это к тому Что он может Создать вокруг себя Определенную Таблицу Как бы матрицу Что вот это хорошо Это плохо Это лучше Это хуже И так далее И таким образом Определять Своё состояние В этом нет Ничего абсолютного Только относительное Есть такие Которые Страдают Очень С нашей точки зрения В тюрьмах В больницах Где угодно А Если ты поговоришь С ними Или с другими людьми То они скажут Нет Это нормальное состояние Можно же жить Живут же Так что Есть здесь Проблема Ну в принципе Позитивно мыслить Говорить Людям Комплименты И делать Какие-то добрые дела Это помогает Помогает Да С одной стороны С другой стороны Это в итоге Не исправляет Состояние Оно только Как бы Сглаживает Его Если ты Помажешь Это состояние Мёдом От этого Оно станет Может быть Чуть-чуть Слаже Но в итоге Аннулируем Его Мы можем Почувствовать Себя Находящимся Над ним То есть В мире Полным Добра Любви Света И так далее То есть Эгоизм Это наши Намерения Эгоизм Это наше намерение И это все Зло мира И оно все Зависит только От человека И относительно Человека То есть Слова и мысли Это всего лишь Внешняя Такая Оболочка Эгоизма И они В принципе Да Я могу Говорить Красивые слова Могу Делать Какие-то Действия Но Мои действия Могут Не соответствовать Моему сердцу Желанию В чем вообще Разница Между Удачей И Судьбой Есть ли Связь В принципе Иногда Путают Эти Два Параметра Удача Это то Что Мы можем Сказать Что Не представлялось Как вероятное И вдруг Случилось Я не думал Что я Выиграю И вообще Не думал Об этом И вдруг Получается Что я Выиграл Случайно Сдал Экзамен Не Не готовясь Совершенно Получил Особую Работу И И Смог ее Выполнить И так далее То есть Удача Она Определяется Не тем Что Мы не готовились В общем-то К этому Состоянию Но Вдруг Оно На нас Как бы Свалилось Это Исходя Из высшего Управления Еще вопрос Ну вот Можно так сказать Что судьба Это что-то Что Как бы Должно Произойти Если бы Я Неосознанно Не вмешивался В этот Весь Процесс Развитие Откуда Ты знаешь Как вмешиваться И как Не вмешиваться Это Очень трудно Сказать Я Никогда Не могу Сказать Что Вот Я Сейчас Вмешиваюсь И должно Произойти Так-то А Не вмешиваться Бы Произошло Бы Так-то Это Но Можно Сказать Что Удача Строит Судьбу Вы же Говорили Что Удача Зависит От Человека Значит Если Я Удачливый Я Выстраиваю Судьбу Она Она Будет Выстроена По-другому Нет Но Ты Не Строишь Саму Удачу Удача Просто Вдруг Проявляется В твоих Действиях Хотя Ты Не Знаешь Точно Каким Обратом К ним Прийти Да Но Я Осознанно Вызываю Мы Говорили Что Это Осознанное Действие Удача Это Не что-то Что Приходит Сверху Не Просто Так Это Как Ответ На Мои Какие Это Усилия Удача Приходит Нет Нет Удача Это То Что Ты Заранее Не Представляешь Не Представляешь Заранее И Поэтому Когда Она Проявляется Ты Говоришь Удача Преуспел Не Знал Как Получится И Вот Получилось Ну Вы же Говорили Добрые Связи Если Я Буду Пытаться Делать Добрые Связи У Меня Я Буду Удачлив Обычно Так Мы Учим Себя И Других Но Это Еще Ничего Не Значит Это Еще Ничего Не Значит Я Могу Думать Об Очень Хороших Вещах И Вдруг Получится Все Наоборот То Это Не Факт Это Не Факт Абсолютно То Это Так Нелинейно Действует Что Я Сейчас Какие Действия Сделал И Сто Процентов Получаю Удачу Нет Нет То Нет Связи Такого Нет Между Какими-то Моими Усилиями Так Что Тогда Удача Удача Это Что-то Сверх Естественное Удача Это То Что Ты Не Можешь Спланировать Заранее И Получается Все В лучшую Для тебя Сторону Кстати Удача На Иврите Кабалистический Язык Это Мазаль То Это Капли От Сверху Удача Это Говорится Что Она Приходит Не сразу По частям Не сразу Неожиданно Она Приходит Совершенно Не подозревая Человек Не подозревает Что ему Свалится Вдруг Это На голову Это Удача И вдруг Это Проявляется Если Человек Молится Выше Сили Об Удаче В Бизнесе В Супружестве Это Как-то Воздействует Да Это Воздействует Надо Надо Молиться Надо Просить Написано Что По-моему В Торе Написано Что Те Кто Занимаются Духовным Развитием Те Кто Идут К Творцу Хотят Его Раскрыть Они Находятся Выше Звезд И Знаков Удачи Что это Значит Это Значит Что Если Мы Занимаемся Кабалой Мы Занимаемся Высшими Законами Мира Мы Возбуждаем Их В лучшую Сторону Воздействовать На нас То Этим Мы По сути Дело Определяем Своё Доброе Будущее И И Поэтому Тура Советует Нам Таким Образ Действовать А что Значит Человек Находится Над Этими Знаками Удачи Выше Знаков Удачи То В нашем мире Мы Плыли По Одному Течению А Когда Мы Занимаемся Кабалой Мы Вызываем На себя Высшие Добрые Силы Они Воздействуют На нас И Мы Поднимаемся К более Лучшим Силам Выше Тех Которые Обычно Воздействовали На нас И Таким Образом Мы Вызываем На себя Силы Удачи Так Вот Я Могу Назвать То Что Я Просто По Течению Иду По Течению Жизни Это Называется Судьба А Если Я Вызываю На себя Вот Эти Силы Это Удача Да То Я Станулюсь Выше Этой Определенной Программой Которая Задана Да Это В принципе Так И Происходит То есть Судьба Можно так Сказать Судьба Это Путь Который Я Бы Прошел Если Бы Я Не Задействовал Вот Эти Силы Мозолета Вот Эти Силы Удачи Да А Если Я Их Задействую Это Уже Это Уже Не Судьба А Это Уже Твое Решение То То есть Осознанное Развитие Уже Да Вы Как-то Говорили Что Любой Человек Ощущает Что Есть Какие-то Хорошие Периоды В Жизни Есть Полоса Неудач Расскажите Что От чего Это Зависит Что Это Я Не Могу Рассказать Это Все Зависит От Высшего Управления Когда Оно Нисходит На Человека И Постепенно Пробождается Ступень За Ступень Состояние За Состоянием И Тогда Человек Уже Не Знает Как Действовать Он Он Видит Что Попал Под Струю Под Течение Которое Его Куда-то Выносит Может Быть И В Нехорошие Какие-то Воды А Бывает Что Наоборот В хорошие В спокойные А Что Делать Что Вы Посоветуете Человек Находится В этой Полосе Неудач Что Можно Сделать Как Выйти Брать Каббалистическую Книгу И Читать 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 И Это Поможет Да Этим Он Привлекает Высший Свет Добрый Свет Только Это И Поможет А Связь С Другими Людьми Это Там Он Прочтет Но Самое Действие Это Не Связь С Другими Людьми Кто Знает Какие Люди Кто Там Есть Его Окружение А Вот Каббалистическая Книга Это Всегда В Помощь Ну Вот Есть Какие То Есть Понятно Что Полоса Неудач Личного Как У Человека А Есть У Всего Человечества Есть Какие Даты У Государства Народа И У Всего Человечества Есть Да Есть Определенные Даты Добрые Для Каждого Человека Для Каждого Народа Для Каждого Государства И Для Всего Человечества И недобрые. И поэтому мы различаем разные дни года. Ну и что можно посоветовать там, допустим, какому-то народу? Не заниматься, не заниматься в плохие дни никакими особо серьезными делами. В общем, не выходить замуж, не жениться. Много чего. А, то есть есть какие-то особые даты, в которые не советуют... Да, конечно. Отсюда и появились дни недели. Первый, второй, треща, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Это суббота, в которой запрещено вообще что-либо делать. Будешь делать седьмой день, ты не жди себе никакого благоволения свыше. Удачи тебе в этом не будет. Даже если ты не видишь на месте, через много лет где-то каким-то образом это все равно накопится и выйдет тебе нехорошими делами. Да, а что в этот особый день, что происходит? В субботу высшая сила, высшая система сил, она находится в состоянии покоя. И поэтому не советуется человеку, то ранее советую человеку в этот день предпринимать какие-то действия. причем эти действия, они очень странные. То есть нельзя готовить, нельзя убирать, то есть делать порядок. Ну и так далее. Шить, вязать, чертить, рисовать, то есть создавать что-то новое. Потому что в этот день высшая система управления, она отключена. Отключается. Это высшая система коммутации сил природы. И поэтому турани советуют нам этим заниматься. То есть не будет удачи в этот день? Не будет удачи. Да, ну это отдельный вопрос. Не хочу сейчас вдаваться, какая связь между всем, что вы там перечислили. Есть очень много законов. Но они все такие, что не делай этого, тебе будет лучше. Может там какой-то еще внутренний смысл в этом есть? Есть большие смыслы. Это же все законы духовной природы. Ты же не видишь их вокруг себя. Ну, наверное, последний вопрос. Возникновение в человеке желания к духовному развитию. Это, можно сказать, что это удача? Нет. Это не удача. Это никак не удача, это, как сказать, судьба. судьба. то есть, если у человека возникает стремление к духовному развитию, он должен понимать, что ему свыше предоставляется особая возможность постичь высшую силу Творца. И пренебрегать этим нельзя. иначе он попадает под отрицательные вынуждающие силы. Так что, если приходит тебе такое влечение, то надо его реализовывать. То есть, в принципе, мы с вами говорили, что природа и Творец это одно и то же. То есть, можно так сказать, что природа постоянно генерирует всё это человечество, людей, развивает, это мы понимаем. И в определенный период у каждого человека есть какая-то возможность духовно развиться, да, раскрыть Творца. Да, в принципе, у каждого человека есть, очень мало людей это ловит, замечают. Но в жизни каждого человека есть хотя бы какая-то секунда, если можно так сказать, когда его вдруг где-то сбоку колят в сердце, в бок, неважно как, о том, что есть духовное развитие, а что у тебя с ним. И это вы не называете это удачей, или да, это можно назвать удачей. Это еще не удача, это приглашение к постижению настоящей удачи. Но не более того. А вот раскрытие Творца человека, вот непосредственно уже, само раскрытие, постижение, это удача? Это большая удача. Это уже удача? Да. И она должна произойти с каждым? Да. Но не в этой жизни, может быть, в следующий раз. Так, это была передача об удаче, может, какое-то резюме, все-таки удача, что это такое, от чего назовите. Пытайтесь ловить удачу в каждое мгновение. И желаю вам удачи. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова